Мы продолжаем день выборов на седьмом, на часах 12 дня. В студии для вас работает Елена Крылатова. Снова здравствуйте. В данную минуту комитет избирателей Украины дает свою первую пресс-конференцию. На месте событий наша съемочная группа, к вашему вниманию, прямое включение. Спасибо. Вы не будете возражать? Я не буду сейчас. Это будет на второй пресс-конференции. На вечерний. Кто дойдет, из тех, кто дойдет. Я говорю, что на диване одно свице украинское пишет. Я, честное слово, не на диване, не на чайнику тоже. Кто слышит, что на диване. Мне звонит просто один из штабов. На таком-то участке ваш пьяный наблюдатель. Я выясняю, пытаюсь выяснить, они перезвонят. Это не ваш наблюдатель, это наблюдатель с удостоверением любимого города. Ну, и так далее. Ну, Юля. Добрый день. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Ну, во-первых, всех с праздником. Выборы для нас в любом случае праздник. Значит, вначале два слова о том, как мы работаем сегодня, имея в виду Комитет избирателей Украины, чтобы вы понимали, откуда у нас эта информация. У нас сегодня на участках Одессы, Одесской области, работает более 500 наблюдателей Комитета избирателей Украины. Я подчеркиваю, что все, абсолютно все участки в городе работаем сегодня. Наблюдателями на каждом участке находится наблюдатель. Вы его можете идентифицировать по разноцветной ленточке гражданской сети опора. Кроме этого, мы наблюдаем за выборами в Одесской области. Наши наблюдатели находятся в составе мобильных групп, которые курсируют между участками, находятся в территориальных избирательных комиссиях. Вся информация, которую мы получаем от своих наблюдателей, оперативно обобщается в нашем офисе и выдается на ленту сайта избирком.org.ua в социальные сети. В первой пресс-конференциях мы также представляем. Первая пресс-конференция в 19, тут же в паритете вторая. Также в отношениях избирателей в 716-48 и по этой же линии мы консультируем по поводу защиты своих прав. В итоге, что мы имеем на данный момент? Основные тенденции. Не в порядке приоритетности, а в произвольном порядке. Значит, первое. К сожалению, у нас зафиксирована минимум скрытая агитация. Понятно, что остатки прямой агитации, они остаются всегда. Но на наш взгляд, как минимум, две политические силы целенаправленно разместили или похоже, что разместили скрытую агитацию. Во-первых, у нас, как вы видите, по всему городу размещена так называемая социальная реклама только в Одессе, которая выполнена абсолютно в стилистике политической партии «Доверяя делам». Во-вторых, вы видите бигборды «Одессе нужна правда номер один». То есть это слоган, который использовала в своей предвыборной кампании Светлана Фабрикант и партия Ведроджиня. Она тоже номер один в бюллетене и в городской и в областной совет. Значит, это первая тенденция. Вторая тенденция – это бюллетени в больнице, незаконное использовалось в больницах. Чтобы вы понимали, есть у нас в больницах на специальных участках, она связана с тем, что далеко не все избиратели, которые лежат в больнице, могут получить все бюллетени. То есть даже если в больнице лежит житель города Одессы, то по выборам депутата городского совета он может получить бюллетени, только если он прописан в данных участках, она связана с тем, что далеко не все избиратели, которые лежат в больнице, могут получить все бюллетени. То есть даже если в больнице лежит житель города Одессы, то по выборам депутата городского совета он может получить бюллетени, только если он прописан в данных участках, она связана с тем, что не все избирательные участки. Работа идет в штатном режиме. Недалеко от здания Центральной избирательной комиссии дежурят три автобуса с нацгвардейцами, охраняют правопорядок столицы. Пришло в 8 часов ровно, мы запечатали, распечатали, запечатали кабины, и пришли, начали подходить выборцы, в 8.00 началась избирательная. Провели заседание, все, открылось в 8.03, ну я считаю, что это в час. Процесс голосования идет, думаю, что пока пока что поспостерегачи порушений не заметят. Тем временем бойцы АТО призвали украинцев прийти на выборы. Военные записали видеообращение. Они говорят, исполняют свой долг добросовестно и просят граждан сделать то же. Отнестись к голосованию ответственно. Наша страна сейчас находится в очень тяжелом положении. Как бы идет и война, и к тылу не очень-то все складывается. Сейчас пришел час каждому на своем месте взяться, закатить рукава. Для вас это будет выполнить свой долг, пойти на выборы. Но подумать, прежде чем голосовать, не какие-то популистские лозунги, а выбрать тех людей, которые действительно достойны. А мы тут на своем месте будем выполнять свой долг. Дорогие народы, дите, будь ласка, выполните свой обувь, мы тут выполним свой, а вы проголосуйте за кращую в Украине. Дите, проголосуйте на выборы, а не сидите на своих диванах. Мы за вас здесь воюем и оберегаем вашу семью. Напомню, что Михаил Саакашвили также обратился к одесситам с призывом прийти на избирательные участки. По его словам, жители города не должны проявлять равнодушие в такой важный для Одессы день. Голосовать необходимо умом и сердцем за будущее Одессы, отметил Саакашвили. И каждый из нас, если мы поверим, что у нас есть сила, что от нас туда зависит, мы создадим новую, великую, возрожденную Одессу, но только если вы будете активными. Это очень важный экзамен активности общества, организованности, сплоченности. Прошу вас и призываю, приходите 25 октября на выборы и проголосуйте своим умом, своим сердцем за будущее. На избирательном участке номер 511-083 на Красного 9Б за первый час работы проголосовал 61 Одессит из чуть более 2000 зарегистрированных. По словам представителей избирательной комиссии, все происходит в штатном режиме. На этом же участке уже проголосовал действующий городской голова Геннадий Труханов. Я надеюсь, что у нас прошла работа не зря. Мы готовили этот день, готовились к этому дню. И Безопасная служба безопасности, подразделение правоохранительных органов, готовились также все Одесситы, общественные организации. Проведена большая работа, разъяснительно о том, что выборы мы должны обеспечить свободным доступом к участкам. Спокойно, пускай люди не в спорах, а вот придут и цивилизованно, демократичным путем выберут себе местную власть. В области много избирателей голосуют на дому. Превышение разрешенного количества голосующих на дому наблюдается в двух селах Раздельнянского района Одесской области. Об этом сообщают наблюдатели Одесской областной организации Комитета избирателей Украины. Так, на участке 510-752 в селе Новоукраинка в список внесены 875 избирателей, а на дому голосуют по месту пребывания 69 человек. И такая же ситуация наблюдается на участке номер 510-761 в селе Яковлевка, где в список внесены 1385 человек. Голосуют по месту пребывания 73 человека. В Виннице на 11 участках нет кабинок для голосования. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины. Похожий случай зафиксирован и в Сумах. На одном из участков избирателям пришлось заполнять бюллетени на подоконниках и столах. Это нарушает право граждан на тайну голосования. Сейчас там пытаются исправить ситуацию и установить кабинки. Голосование по двое, путаницы с голосованием на дому и украденные ручки с кабинок. О первых нарушениях в 60-м округе Суворовского района и в ходе голосования в сюжете Ольги Голодовой. 8 утра. Избирательный участок на Марсельской 24А открылся вовремя. Чтобы проголосовать, люди пришли заранее. Кто-то забыл перевести часы. Надо голосовать, потому что мы выбираем свою судьбу, судьбу нашего города на ближайшие несколько лет. За 10 минут проголосовало около 30 человек. Всего на этом участке зарегистрировано 2005 избирателей. Члены комиссии отчитываются о подготовке к выборам. 18 человек членов комиссии, все пришли. Никто не опоздал. Все вовремя получили бюллетени. И сейчас идет голосование. На участке не без нарушений. Некоторые избиратели пришли с детьми и внуками. В кабинку заходят вместе. Я прошу ребенка выйти из кабинки. В кабинке ребенок находится. Где это написано, что в кабинке ребенок находится? В законе написано, что в кабинке находится только один человек. Есть и те избиратели, которые проголосуют на дому. Всего таких 23 человека. Но дома им, видимо, не сидится. Без заявления мы не можем принять ваше. Голосование. Сделал выбор. Забрал ручку. Членам комиссии пришлось искать новые. Украли, да. Хотим замену сделать. Так тут тоже нет. Члены комиссии этого участка прогнозируют высокую явку избирателей. Свыше одной тысячи одесситов. Ольга Голодова, Валентин Мирза, 7 канал. Сейчас наш корреспондент Алиса Поварна прямой со студии. Она находится на 17 округе на Адмиральском проспекте. Здесь должны голосовать курсанты военной академии. Леся, здравствуйте. Удалось ли вам встретить и поговорить с кем-то из ребят? Здравствуйте, Елена. Сейчас мы находимся в средней школе номер 4. Здесь располагаются сразу три избирательных участка. И все они открылись вовремя. Мы знаем, сейчас много людей приходит проголосовать. Также мы знаем, что сюда приходят курсанты военной академии. Но нам они пока что не встретились. Я думаю, мы сможем с ними пообщаться чуть позже. И вот буквально несколько минут назад огласили самые свежие результаты о количестве проголосовавших. И рядом со мной стоит секретарь избирательной комиссии, участка номер 511-160. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Лишенко Анна Владимировна. Анна Владимировна, расскажите, сколько человек зарегистрировано на участке и насколько они активны? 2251 человек. Ну, активность сейчас начала набирать темпы. Люди пошли. Утром было чуть меньше. Сейчас хорошая активность. На 12 часов проголосовало у нас 394 человека. Какая обстановка вообще? Были ли какие-то нарушения? Нет, ничего не было зафиксировано. Пока, слава богу, все тихо, спокойно. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что 7 канал целый день будет следить за ходом голосования. Студия. Олеся, спасибо. Спасибо. Это была наша корреспондент Алиса Повар, которая наблюдает за тем, как голосуют курсанты военной академии. Тем временем сотрудники бригады скорой помощи сегодня также голосуют о том, как проходит избирательный процесс на территории мединститута, уже знает Ирина Стрибко. Ей слово. Для врача экстренной медицины Валентина Лясковского сегодня необычный выезд. Сотрудник бригады скорой помощи спешит на Ольгевскую-4, чтобы проголосовать. Уверенной походкой врач скорой помощи спешит ставить галочку в избирательном бюллетене. Медик признается, невзирая на плотный график, всегда находит время для участия в голосовании. Я не хочу, чтобы мой голос пропал или как-то, может быть, был использован. Поэтому считаю, что надо самому сюда приходить и голосовать, и свое мнение высказывать. На избирательном участке 511-261 с самого утра одесситы приходят отдать свой голос за своего кандидата. Я люблю делать все с утра. Зробила, голосовала за кого хотела, и все. И потом могу делать, что хочу. Для меня важно, чтобы были те люди, которые в конце дни что-то сделали, а не было то, что сейчас есть. За две минуты до восьми, до открытия избирательного участка, у нас уже пришло проголосовать около десяти человек. Ровно в восемь мы начали избирательный процесс, люди проголосовали, и в течение часа у нас человек где-то 30-40 уже проголосовал. По словам председателя избирательной комиссии Юрия Вареникова, на данном участке зарегистрировано 2391 избиратель. 17 из них будут голосовать на дому. В час дня комиссия из трех человек, согласно расписанию, поедут по адресам одесситов. Пока нарушений не было, спокойно, нормально отработали. На открытии, на первом заседании присутствовали представители ОБСЕ, наблюдатели от различных партий, пресса. То есть все полностью зарегистрированные люди, которые имели право находиться на избирательном участке. За правопорядком на участке наблюдают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Исполнить свой гражданский долг просят одесситов. Ирина Стрябкова, Кристина Кондратьева и весь седьмой канал. В родильных домах Одессы активно голосуют будущие мамы. Напомню, на этих выборах спецучастки открыты только в лечебных учреждениях. В роддоме номер 7 уже за первый час открытия участка проголосовала треть роженец. 21 женщина из 62 заявленных в списке. Правда, не все пациентки могут здесь проголосовать за депутатов городской и областной советы. Если эта женщина входит в наш округ, то мы ей выдаем все три вида бюллетеней. Если же она не входит в этот округ, в котором находится наша комиссия, она голосует лишь за мэра города. Но будущие мамы настолько дисциплинированы, что голосование на этом участке проходит без нарушений. А вот в Николаево и у главы одного из избирательных участков изъяли пакет с большой суммой денег. И пустые конверты возбуждено уголовное дело. Нарушительница убеждала сотрудников милиции, что деньги ей дали как руководителю предприятия рассчитаться с сотрудниками. Позже она заявила, что это были средства на покупку товаров для этой же фирмы. По неофициальным данным, в пакете было почти 27,5 тысяч гривен. Редакция седьмого канала будет сообщать о ходе голосования каждые два часа в прямом эфире. Следите за новостями на сайте седьмой канал.ком.юэй и на нашей странице в Фейсбуке и ВКонтакте. Сообщайте о нарушениях нашим корреспондентам по телефонам 726-32-26 и 737-74-73. Не ищите информации на других каналах. Все, что вам нужно, вы увидите и услышите только от нас. Это наш город и ваш седьмой канал. Увидимся в 14.00. Субтитры подогнал «Симон»!